SCP-273. Человек-Феникс. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-273 должна содержаться в помещении размерами 5 на 10 метров, половина которого должна быть скрыта от наблюдения, чтобы предоставить объекту возможность иметь личное пространство. Все основные строительные и облицовочные материалы, использованные для обустройства места содержания объекта, должны быть огнеупорными и не проводить тепло. SCP-273 разрешается иметь постель и умеренное количество мебели, с условием, что эти вещи будут находиться на ее личном пространстве, а вся еда будет поглощаться в смежном помещении. В окнах, находящихся между комнатой проживания SCP-273 и помещением, где ведется наблюдение, должны быть жаростойкие стекла, не менее 1 см толщину, между которыми должно иметься изолированное пространство. В обеих комнатах должны находиться тепловые и инфракрасные датчики, подающие сигнал, если температура превысит 50 градусов по шкале Цельсия. В случае возникновения тревоги, сотрудники, наблюдающие за SCP-273, должны провести эвакуацию. Еда в виде сырого мяса, как минимум 2,5 кг, за раз должна подаваться каждые 12 часов. Другие продукты SCP-273 разрешено давать по ее просьбе, с условием, что ее поведение продолжит соответствовать требованиям фонда. Одежда SCP-273 должна быть сделана или из огнеупорного материала, или из недорогой ткани и быть простого пошива. С SCP-273 нельзя взаимодействовать лично, если она не употребила в пищу по меньшей мере 2,5 кг сырого мяса в течение последних 12 часов. В свете инцидента SCP-273-02 было решено, что SCP-273 нельзя давать алкогольные напитки, крепостью более 50%. Это же правило касается других легковоспламеняющихся веществ. Все сотрудники, которым предстоит взаимодействовать с SCP-273, должны быть вооружены оружием несмертельного действия. Применять смертельное оружие запрещено. Описание SCP-273 выглядит как женщина среднего возраста и индийского происхождения. Взятие проб ДНК и медицинские тесты не выявили никаких других отличий SCP-273 от обычного человека, кроме проявляемой ею аномалии. SCP-273 не испытывает потребности в еде или пище, но вполне способна их принимать. До сих пор SCP-273 выражала полное согласие с мерами по ее содержанию и с готовностью выполняла требования организации. Кадр из записи, сделанные камерой наблюдения, установленные в комнате SCP-273. SCP-273 страдает от голода, как она сама это называет, и каждые 12 часов ей необходима пища. Утоление голода происходит, когда объект сжигает пищу, находящуюся на расстоянии. В процессе не обнаруживается ничего похожего на видимое пламя. Вместо этого предмет окисляется снаружи, пока не превращается в мелкий белый пепел. Металл субъектом не поглощается, если не имеют места особые обстоятельства. Смотрите отчет об инциденте 273-03. По итогам экспериментов выяснилось, что мясо лучше, чем иные органические вещества. Утоляет голод, и в особенности это касается живых человеческих особей. SCP-273 не способна сознательно контролировать процесс утоления голода. И испытывает негативные эмоции, если поглощает живых существ. В ответ на попытки провести тестирование на персонале класса D, SCP-273 принялась кричать на наблюдателей в угол своей комнаты и отказалась выходить оттуда в течение 12 часов. Приложение 273-02. В случае смерти SCP-273 ее тело становится очагом мощного возгорания. На этом месте поднимается столб пламени около метра в ширину, уходящий далеко ввысь. После того, как огонь угаснет от тела SCP-273, остается только горсть белого пепла и венец из неяркого голубого пламени. Это пламя невозможно погасить, перекрыв доступ кислорода. К тому же ему не требуется никакого горячего. В течение нескольких часов тело SCP-273 медленно восстанавливается из пепла путем поглощения любого материала, имеющегося поблизости, включая даже воздух. В данном случае наблюдалось медленное поглощение и неорганического материала в том числе. Новое тело является точной копией старого, без всяких признаков болезни или повреждений. Когда тело полностью формируется, SCP-273 пробуждается, ничего не помня о событиях, проследовавших за ее смертью. Отчет об инциденте 273-01. Дата засекречена. Место данной длины. Организация получила сведения из окрестностей засекречено о лесных пожарах и тонком столбе пламени высотой более 70 метров, по-видимому, являвшимся их причиной. В свете того, что форму пламени и продолжительность горения сочли аномальными, было решено отправить в эти места немногочисленную мобильную опергруппу. Тела двух человек европеоидной расы, мужчины и женщины, были обнаружены в том месте, где образовалось пламя. Причины смерти, как определили позже, были серьезные ожоги третьей степени. Вскоре после этого была обнаружена SCP-273, обнаженная и покрытая белым пеплом. У ее ног лежало тело мертвого оленя, от которого шел очень сильный жар. От прикосновения труп животного рассыпался на куски угля и пепел. В данной ситуации SCP-273 не оказывала сопротивления и последовала за отрядом, посланным за ней. Последнее она была доставлена в зону засекречено с целью оценки ее аномалии и временного содержания. Частичная запись интервью с SCP-273, опрашивающая доктора засекречено. Вступление. За день до интервью SCP-273 поступила в ведение организации и была помещена во временное место содержания в зоне засекречено. Интервью также записывалось на видеокамеру, расположенную за спиной доктора засекречено. SCP-273. Значит, теперь я могу находиться в безопасном месте, подальше от людей. Доктор засекречено. Да, 273. SCP-273. Благодарю вас. Меня, кстати, зовут Засекречено. Вы можете обращаться и по имени. Доктор, буду иметь в виду. Пауза. Слышен. Шелест листов бумаги. Итак, не могли бы вы описать свое первое воспоминание, относящееся к более раннему возрасту? SCP-273. Долгое молчание. За ним следует резкий вздох. Когда я пришла в себя, я была вся покрыта пеплом, а вокруг пылал огонь. Думаю, тогда это и случилось в первый раз. Доктор, кроме этого, вы больше ничего не помните. Как давно это было? Сколько вам было лет? SCP-273. Разве вежливо задавать столько вопросов за раз? Доктор, будьте добры ответить. SCP-273. Я не помню. Это было так давно. Возможно, данной длины. Доктор, а сколько лет вам было? SCP-273. 30 засекречено. Если мне не изменять память и... Пауза. Думаю, я совершила страшную ошибку. Может, из-за этого я и стала тем, кто я сейчас. Доктор, и кем вы сейчас являетесь? SCP-273. Я демон. Замечание. Имеются причины, чтобы изъять часть данного интервью из общего доступа. 3 минуты 7 секунд, предшествующие указанному выше диалогу, а также все, что последовало за его окончанием. Доступ к полному содержанию интервью предоставляется только сотрудникам с уровнем допуска 3 или выше. Имейте в виду, что в изъятом отрывке SCP-273 признается в неумышленном убийстве двух человек, останки которых были найдены на месте ее обнаружения. Она также отзывалась о погибших, как о старых друзьях. Сотрудники, работающие с SCP-273 и ведущие за ней наблюдения, должны учитывать этот факт, а также не забывать об общих процедурах содержания гуманоидных SCP. Доктор засекречен. Отчет об инциденте 273-02. Дата засекречена. Место зона засекречена. Агенты засекречена и засекречена вошли в комнату содержания SCP-273. С целью расспросить ее о засекреченном. Ранее SCP-273 получила от агента засекречена бутылку рома Бакарди-151 в личное пользование. Прошло 12 часов 37 минут с момента последнего приема пищи по расписанию. Как только агенты вошли в помещение, SCP-273 потребовало, чтобы они вышли. Сперва они не стали выполнять требования, и когда SCP-273 стала волноваться и кричать на них, отчаянно жестикулируя. Менее чем через секунду после того, как они покинули помещение и заперли дверь, бутылка Бакарди, данные удалены. Данные удалены. Значительный ущерб личному пространству SCP-273 в комнате, находившейся под наблюдением. В результате возникновения пламени, впервые достигшего такой силы, зафиксированная температура превышала засекречена градусов по шкале Цельсия. Гибель агента засекречена, будет оформлена согласно стандартной процедуре. Агент засекречен на момент написания данного отчета. Еще проходит лечение. Пепел, оставшийся от тела SCP-273, был помещен в огнеупорный сейф без доступа воздуха. Поврежденная комната будет отремонтирована и передана для содержания других объектов SCP. Отчет об инсценденте 273-03. Дата засекречена. Место. Зона засекречена. Огнеупорный сейф оказался недостаточно безопасен для содержания SCP-273. Серьезные каразийные повреждения внутренней части сейфа и петель, на которые крепилась дверца, привели к нарушению условий содержания и последующему восстановлению тела SCP-273. В помещении было оставлено 3 килограмма сырой свинины и дверь была заперта. В момент пробуждения SCP-273 выглядела дезориентированной, но, как ожидалось, приняла пищу. Затем SCP-273 попросила, чтобы ей позволили вернуться в место ее содержания. Поскольку упомянутое помещение успели отремонтировать, субъект будет выполнен, просьба будет выполнена в кратчайшие сроки. Приложение 273-03-1. Поведение SCP-273 резко изменилось с тех пор, как произошел инцидент, приведший к ее смерти. Она погибает личное пространство в большинстве случаев только за тем, чтобы принять пищу, и отказывается разговаривать. Наблюдение, проведенное с помощью Сегречина, показало, что SCP-273 практически не перемещается, находясь в одиночестве, и проводит время либо во сне, либо сидя у стены. У нее проявляются классические симптомы депрессии, несмотря на то, что никаких предпосылок к возникновению этого состояния не было замечено ранее. Рекомендовано особенно внимательное наблюдение за объектом, с целью выяснить, имеются ли другие изменения в поведении.